Пресс-конференция по национальному природному парку в Уричанске в свою версию по урегулированию проблем вокруг заповедной зоны звучат чиновники и представители частного охотничьего хозяйства. Все вместе отвечают на ваши вопросы, уважаемые коллеги и трудоустройства и заинтересованные активисты. Вопрос к журналистам. Спикер Андрей Тимтемчук, директор департамента и экологии и природного ресурса КОГА, Юрий Буглов, представитель Харьковского областного управления лесового и охотничьего хозяйства, Сергей Юрьев, глава Каменского сельсовета, и Сергей Лобач, директор Республики Бирюков. Прошу вас, по одному высказывались, потом по вопросу. Кто начинает? За спину. Ну, я начать. Да, пожалуйста. С чего бы хотел начать, как минимум... Чуть-чуть, громче, посему. Как минимум, с того хотел бы начать, что очень жалко, что не пришел на пресс-конференцию сам господин Высочин. Я его лично приглашал. И вы знаете, эта тенденция в нем прослеживается как-то уже неоднократно. Не реагировать на мои приглашения с просьбой. Как минимум, просто пообщаться на предмет его профессиональной деятельности. Он в Киеве, он еще... Ну, чем-то так, да. Очень бы хотелось задать ему несколько вопросов. На прошлой пресс-конференции мы разговаривали о том, что органы областной администрации, в данном случае Департамент экологии, должен, может быть, более внимательно посмотреть на вопрос, на конфликт, на ту ситуацию, которая разгорелась вокруг национального природного парка. Это Вречанский, вокруг руководителя этого парка Высочина. Вы знаете, очень сильно было тогда давление со стороны общественников, которые здесь присутствуют. Я вижу давление на меня в плане того, что где-то я заангажирован кем-то, какое-то охотхозяйство. Честно могу сказать, я сам не охотник, ни разу в жизни ружье не брал и даже по банкам не стрелял. Не говоря уже о самом процессе охоты. Поэтому однозначно быть заангажирован в пользу охотников я в априори не могу. Но, как пообщавшись с местными жителями, с представителем сельсовета, с местной громадой, с представителями лесного хозяйства, чьи территории также входят в территорию парка, Я понимаю, что этот вопрос очень сложный, с какой-то уже историей. И, наверное, шум еще возможно будет очень много разного вокруг этой истории. Ну, могу сказать о тех вопросах, которые у меня есть вообще к руководству парка. Как минимум, опять же, это все из слов местных жителей, с которыми я неоднократно общался и которые, я вижу, что очень негативно настроены господин Высочин. Как я понимаю, были разные территории, включенные в парк. И распоеванные, и люди имеют на сегодняшний момент и государственные акты, и право собственности на эту территорию. Есть и территория лесхоза, другие территории. А с вами в Сочин, наверное, чтобы урегулировать и не допустить каких-либо конфликтов на данной территории, должен был разработать ряд технической документации. Придя на должность, он должен был разработать проект организации территории, провести зонирование территории, рассказать людям, что здесь, на этой территории, можно такие виды деятельности заниматься, на этой территории такие виды деятельности заниматься. Разработать проект зоноустройства, установить границы заповедника, Что на сегодняшний момент не сделано им как директором парка. В результате, стоя в шлагбауме, охрана говорит, что это мое. Людям нельзя вообще даже просто пройти по этой территории, хотя люди имеют право собственности на эту территорию. То есть человек, намеренно приведя техническую документацию в порядок, просто используя свое служебное положение, говорит, что это мое. Это не его, это государственное. Это государственное. Вот такая моя позиция. В соответствии с решениями областной рады, Харьковской областной рады, принятой в 2004 году первое решение, и в 2007 году второе было решение. Про наданное вкористовании мусловских угидь ДП «Бирюк». На сегодняшний день данное охотхозяйство пользуется охотугодьями в Дворичанском районе на площади 30 119 гектаров. Для выполнения зазначенных решений управлением был заключен договор про умовы выдания мусловского господарства с ДП «Бирюк», в котором есть перечень прав охотпользователя и также точно есть перечень зобовязаний охотпользователя, в том числе которые обязаны охранять, кормить, воспроизводить дичь. На сегодняшний день, в связи с тем, что в 2012 году поменялось законодательство, закон про природно-заповедный фонд внесли изменения в закон охотхозяйством. Охотхозяйством в 2012 году территория НПП, которая оказалась смежной территорией охотхозяйства и НПП, которая была создана указом президента, то есть это как бы спорная территория на сегодняшний день по использованию природных ресурсов. Охотхозяйство вынесло данную территорию в воспроизводственный участок, установили его площадь, исходя из технической документации, которая была в проект подана. На этой территории запрещена охота, но биотехнические мероприятия, то есть подкормка, охрана, все продолжается согласно договору и согласно решению. Фактов незаконной деятельности охотхозяйства в управлении, доказательств как таковых нету на сегодняшний день. Был ряд звернень от громадских организаций, от ЭКГ Печенеги, от Лавчиновского и других организаций зверненья были. Там изложены некоторые факты, которые имели место по этим всем вопросам, направлены запыты в райотдел, в лесхоз. На сегодняшний день пока мы ждем ответа. Спасибо. Сергей Юрьевич. Юрий Сергей Вадимович, Каменская сельская рада. На данной территории существует национальный парк Дворичанский и также находится на этой территории Мисловинское господарство Бирюк. В 2009 году был создан национальный парк, где ему было выделено 3131 гектар земли, куди вошли земли государственной и приватной власти. В указах президента были установлены термени щодо выготовления, согласно законодательству, всех порядочных документов. На данный момент документы, настолько мне известно, я обратился до национального парка, не выгодны. В связи с этим, возникают вопросы в людей, которые имеют свою приватную власть на территории национального парка, в связи с этим, люди инициировали местные сборы громадян. Писалися звернення до президентів, бывшего президента, до виконуючих обов'язков президента. Есть у меня цілисти, они надходили до сельской ради. С решением их вопросов о законном использовании их земли, а также выведения из национального парка приватную власть. Все, что в людей наболиво озвучено в этих листах, можно их прочитать. Пересказать я не буду, что тут прописано. Ну, вот это такое вопрос на данный момент. Спасибо, Сергей Иванович. Это было, где конкретно национальный парк идет, где территория по воспроизводственному участку. Потому что нехватка аншлагов была. Ну, может, с одной, со второй стороны, возможно. Ну, я неоднократно обращался, ездил на нарады, где меня то поддерживали, то не поддерживали. И у нас заходил, как бы, эти отношения стали все чаще заходить в тупик. Мы, как охотхозяйцы, никогда не были против фауны, а также против флоры. Я думаю, что эти две всегда неспокон веков были вместе. И я всегда поддерживал отношения, чтобы мы никогда не ссорились и какой-то находили общий язык. Возможно, сопровождение с охраной совместно. Ну, так как у нас егеря с охраной все время скандалили. Потому что администрация парка, как бы, они биологи, ботаники, я понимаю. Ну, охрана, половина рыбаков, половина охотников. И поэтому из-за этого происходили скандалы среди егерей с охраной. Почему мы не могли найти общий язык? Потому что были предпосылки к браконьерству, на которое егеря наши не шли. И поэтому начали скандалы со стороны, что мы вас будем осквернять на всю Харьковскую область, что вы браконьеры, ну и в таком вот плане. Меня также смущать в последнее время стало, ну, по поводу правого сектора. Егеря мы проводили несколько собраний. Немного возмущены, так как в воспроизводственном участке и так достаточно, как бы, людей с оружием. Там 4 или 5 блокпостов, как бы, люди, правый сектор, возможно, так же ездят с оружием. Вот. И во избежание просто, как бы, чтобы не было конфликтных каких-то ситуаций, я, наверное, обращу в службу безопасности Украины, чтобы, в Харьковской области, чтобы как-то рассмотрели этот вопрос. Потому как на последней нараде я знаю, что НДР, национального парка, не поддержала, как бы, ходатайца Эдика, или там, позывной Самурай, в том плане, что правый сектор не является государственной структурой. И зачем нам дополнительно еще создавать трудности, если, как бы, как я уже сказал, и так много людей с оружием. Далее. По поводу, смутило меня, так же, как руководитель охотхозяйства, съемка в селе Красном, на территории базы, это, как бы, частная собственность, в которой мы арендуем загороды. Была произведена съемка, после чего, как бы, получился такой конфликт в том, что егерь Дмитрий, который там проживает, ну, был, вообще-то, очень сильный испыт. Потому как появление ни с кем не обоснованное, появление людей, так же были люди правого сектора. После чего, просто, после чего, там произошла еще кража телефона, насколько я знаю, как сообщение Милиции с Дмитрием написано. А так же, по поводу видеоматериала, которые, там, копыта оттуда-то взялись, у нас разделочные столы вообще в других местах. Заключены договора с утилизационным и куковским заводом. Вот. Все, да, и еще? Ну, возьмем пока все, там я в процессе беседы буду писать. Да, 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 вижу, вижу, вижу. Два правила. Первое правило. Человек стоит, представляется, говорит, да? Первое правило. Второе. У нас не, мы не войсняем отношения, мы пытаемся решить конфликт. Вопрос очень острый, поэтому прошу быть вас максимально корректным. Вы же верны, прошу. Шапаенко Сергеев, выисказал печенье. У меня два вопроса к господину Канчуку. Скажите, пожалуйста, вот вчера проводилось специально открытое заседание научно-технического совета Личарского парка специально для того, чтобы вам рассказать о Раконде-барке. Там был директор парка Максим Усочин. И сам это было согласованно прошлую среду. Что помешало? Готово ответить. До заседания научно-технического совета я лично звонил и приглашал господина Усочина на прошлой неделе к СИПе, чтобы пообщаться, задать ему вопросы. Но вот он говорит, я не приеду, приедет зал. То есть, как какое-то такое однобокое смотрится ситуация. Вроде бы как я должен приходить только туда, куда хочется господину Усочину. Так, в смысле, это и вы хотели. Об этом договаривались в следу. Вы согласились на научно-технический совет. Причем мы предлагаем, почему вы провести в понедельник. Я в понедельник не предлагал его провести. Я сказал, это вы предлагали в понедельник, а я сказал, что в понедельник просто одно дель. Ну а со вторником вы согласились? Со вторником я соглашался. Но перед этим я пригласил господина Усочина. Я пригласил его на сегодня. Почему он не приходит? Дважды уже он не приходит. Я вас спрашиваю, что вам вчера пообещало, помешало прийти. Усочина сегодня помешала, что вы в Киеве. Чего вчера не пришли? Так вы сказали вам в Дуречном. Только что, в Дуречном или в Киеве? Чего вы вчера пришли и ушли с мероприятия, которое специально вам готовилось для вас? Я не знаю, что вы специально для меня готовы. Ну, это опять. Это правда с вашей стороны. Второй вопрос. Какая роль об администрации была в получении Дуречанским нацпарком земельных участков? Что сделать для этого об администрации? Администрация может что-либо делать, как минимум, по инициативе директора. Я не директор инициативе. А что именно сделала администрация, скажите, пожалуйста? Касательно земельных участков? Касательно оформления Дуречанским парком земельных документов. А что может сделать администрация касательно оформления Дуречанским парком? То есть вы своих полномочий и обязанностей в этом процессе не знаете? Лично своих не знал. И не верил. И распоряжение когнина по этому поводу того. Поэтому не нужно говорить, что пак землю не получил, потому что это пак. Когда вы вопрос этот изучите, будем изучить? Я изучил этот вопрос. И проекта организации нет на сегодняшнем моменте. Или неправильно? Все, хорошо. Спасибо. Я с вами прошу вас. Прошу вас. Скорбанда Евгений Викторович. В ней биологии Харьковского университета. Вечером присутствовал на техническом совете. Был с самого начала и видел, как вы пришли. Вы пришли. Вы лично обеседовались с Максимом Высочем. Который вам лично рассказал. Вот я готов. Сказал, что завтра, то есть сегодня, он уезжает в Киев и в Министерство. Вы на это, извиняюсь, развернулись и ушли. Несмотря на то, что директор подготовил отчеты о своей работе за три года, несмотря на то, что были научные сотрудники университета, которые больше 20 лет работают на территории Национального парка, и у которых было очень много материала и по фауне, и по фауне флоре, которую вы любите, и по нынешней климатизации, которая незаконно выполнена, вы развернулись и ушли. Сейчас вы перечислили ряд вопросов, которые предъявляете Максиму Высочему. И хотели бы услышать на них ответы. Они все вчера были. Все абсолютно ответы на эти вопросы были вчера. Нет смысла их сейчас повторять. Так какой смысл сейчас отринять Максима Высочина в том, что он не пришел и не ответил на ваши вопросы, когда вы это вчера могли все услышать, но сами развернулись и ушли. Как минимум, мне кажется, это не очень важно. Весье, прошу вас. Я помню, прошу минуту, у меня вопросы. Я просто создавал парк, в том числе и я погруживал с грамматами. И вот у меня сейчас, Андрей Александрович, простой, знаете, просто сейчас он не чиновник. Его из его уст, как из чиновника, выходят серьезные обрунтования, почему администрация имеет претензии к директору. Но у него сейчас, как у чиновника, нет ни одного документа. Даже то уголовное дело, которое было основанием высказывать претензии, и в этом ничего нет. Сейчас Андрей Александрович выступил совершенно как физлицо. Он считает, он разговаривал. А я, скажу честно, со мной люди с гордостью говорили про парк. И депутаты, и Заржевский гордился, и хотел быть директором, потому что он считал это делать жизни. И я вам скажу честно, там везде есть дороги, и вдоль всего парка, вдоль Аскала, и там в союзного маршрут проходит сплав, и там везде палатки, и заповедная зона никого не облачивает. И я с селем с вами сейчас ночью разговаривал, там люди, они с гордостью говорили о парке, о сурках. Вы сегодня физлицо, вы не представили ни один документ. Веса вашему выступлению сегодня нет. Извините, пожалуйста. К вам, Дмитрий Буглов, к вам простой вопрос. Мы допустим с точки зрения закона введение мысливского господарства на территории национального парка на представе дейючего господарства. Введение мысливского господарства. Полювание заборонено. Не полювание. Вы сейчас не уходите до ответа. Я не ухожу, я отвечаю. Не полювание. Введение мысливского господарства на территории национального парка сейчас разрешено законодательством, чи заборонено? В какой зоне? Вы прекрасно знаете, что... Я прекрасно знаю... Разрешено или нет? Ответьте, потому что сейчас с ваманом вы вводитесь в широкий круг людей. Нет, я никого не ввожу. Я вам скажу, ответьте на вопрос. Выдание мыслевского господарства на территории национального парка с точки зрения дежурного законодательства разрешено через оборону. Мыслевство? Выдание мыслевского господарства? Нет, а в законе такой формулировки нет. Вы тоже не передергивайте. Нет, да или нет. На ваш вопрос я не могу ответить, потому что в рамках закона такой формулировки нет. Но ответьте на мой вопрос в рамках своей формулировки, пожалуйста. Мыслевство? Мыслевство. Заборонено. Мыслевство заборонено. Все. На территории НПП. Я хочу попробовать. Мыслевство заборонено. Не полюсcia. Почему все она терминология, что она не мает полюсcia? Потому что вытворенная деланка – это Oglet tarde мыслевского господарства. Подождите. Витворенная деланка... Юр, к вам простой вопрос. Вы скажите, вы сегодня не предоставили ни одни документы, потому что все конфликты, это свернение в милицию, это в том числе, и вы как председатель должны были рассматривать, должны были ответить, вы не показали ни одного документа. Вы скажите, есть сейчас людей на территории Каменского сельского совета, у которых нет конфликта с парком, которые гордятся парком, которых устраивает парк. Скажите, есть такие люди? Конечно, есть люди, которые гордятся, есть люди, которые не гордятся. Те, что на счет документов до сельской ради, никто официально не звертался. Я же вам говорю, звертались, ось, дивіться, до президентов, звертались, до виконующих обовязков президента. Мы инициировали сборы на территории сельской ради. Вы представляете часть громады? Вы же должны представлять другую часть громады. Я представляю обидві части громады. Почему вы не сказали, что есть люди, которые гордятся? Есть такие, что гордятся, есть такие, что не гордятся. И одно вопрос, как мне, как представнику громады, мне сделать документы, чтобы я четко людям мог... Документы нужны деньги. И прекрасно Андрей Александрович знает, если бы нацпарту были выделены деньги на тот объем работ, который он сказал, они бы были сделаны. Но деньги не были выделены. Вы хотите дать? Потому что если не был период во времена Януковича, когда бы нацпартию уничтожали, и деньги не выделялись. Не, как раз про Януковичу створювали. И ни в коем случае нельзя упрекать. Человеку, нет, на это не были выделены деньги на государственные предприятия. Поэтому ваше питание до Андрея Александровича. Я никого не упрекаю. Я не відстаюю ничью думку. Я відстаюю думку людей. Люди до нас зверталися. Люди писали. Я вам висказав, что есть. Людей точку зору. Понимаете? Людей точку зору. Че одна буква? Ну вы же задали питание. Я вам відповіду. Ко всем, в общем-то, есть маленькие вопросы. Вяткин Олег Борисович, логический адвокат ученики. Первый вопрос господину Кирчукову, начальнику департамента экологии. Скажите, пожалуйста, согласно закону Украины, какие задачи у национального природного парка? Какие задачи стоят перед национальным природным парком, согласно закону природного заповедного фонда? Перед национальным парком или перед руководством? Нет, перед национальным парком. Зачем создаётся национальный парк? Для сохранения этой территории. И всё. В виде заповедного. Вот и всё. То есть я вам просвещу. Национальный парк имеет множество задач. Одна из которых сохранение территории, соблюдение традиционного природопользования, просвещение, эко-просвещение, научная деятельность. Господин Тимчук, я вас прошу, вы учите... В рамках чего это должно происходить? Это должно происходить в рамках работы национального парка. И это происходит. Но вы не знаете даже задач национального парка, как вы можете судить о том, в чём суть. Теперь у меня вопрос... В чём суть? А суть в чём? А суть в том, что вы, не разобравшись в ситуации, сейчас обвиняете администрацию в каких-то веках. А вы даже не знаете, что должна делать администрация. О чём мы говорим? Теперь у меня вопрос к господину Буглову. Вот. Когда... Ну, мы знаем все, что было создано от хозяйства. Потом был создан национальный природный парк. В том числе и управление лесного и мазельского хозяйства. Харьковская власть тоже узгодживала створение этого национального парка. Погода, в том числе, и для этого управления. Когда вы, Погодовый, национальный парк, вы внесли предложение изменить охотоустройство ДП «Бирюк» с учётом того, что появились новые обмежения и обтяжения по территории, которые они ведут в Носновское господарство? Один вопрос, это будет половина ответа. Дата создания парка? 2009 год. В рамках законодательства в 2009 году было такое обтяжение и обмежение? Нет, согласен. Но, тем не менее, после того, как... Хорошо. После того, как вступил закон в силу, это касается не только ДП «Бирюк». НПП по области разных, ну, разных природных... Их хватает вот так вот. Больше... Нет. У нас область аутсайдер, самая меньшая, конечно, заповедительность. Ну, подождите, территорий разного заповедания, там, ну, в общей фразе это ПЗФ, природно-заповедный фонд. Их в области у всех охотпользователей, у кого больше, у кого меньше. Ситуация одна. Решение первоначально принято областной радой, потом изменился закон. Процедура внесения изменений в решение прописана в законе. На сегодняшний день все территории ПЗФ, природно-заповедный фонд охотпользователей, дабы урегулировать вот этот вопрос, вынесены в воспроизводственные участки, на которых поливание заборонено. Другого выхода мы, ну, со своей стороны, мы не видим. Если у вас есть другое предложение, пожалуйста, но только в рамках законодательства, а не, знаете, как на эмоциональной форме. Все, спасибо. Зачем полный ответ. Теперь вопрос господину Юльченко. Итак, вы, ну, мы уже разобрались, что, как бы, есть часть местных жителей недовольная парка, в том числе, по закону о местном самоуправлении, ваш сельский совет должен в том числе контролировать соблюдение протоканного законодательства. Есть такая, есть протоканная земля? Есть. Вот. И в связи с этим вопрос. Вы знаете, что у вас на территории, которая должна контролировать сельская рада, распахивается куча участков сенокосов и выпасов? Как вам надо реализовать вот эту ситуацию? Во-первых, участки сенокосов, пастбищ не распахаются, сенокосов, то, что в пойме речки. Распахаются земли, те, что належат грамадянам на представе державных актов. Но, тем не менее, как вы прокориентируете ситуацию, когда целевое назначение отделянки парка, сенокос, а их используют как пастбищ. Я не знаю, что там вносят. Я знаю одно, что есть державный акт, и там написано в державном акте для товарного сельхозвиробництва. А товарное сельхозвиробництво не предпочитает пастбища, чирилля, может, я что-то ошибаюсь. Ну, там написано так. И на человека там со стороны национального парка есть написаны соответствующие бумажки для компетентных органов, и там переверять. Если там что-то будет незаконное, я думаю, им заборонять это использовать. В 2013 году была ситуация, когда некая фирма «Капитал Агра», в том числе получил согласование от Каменского сельсовета, от вас лично, по решению суда была вынуждена заплатить полтора миллиона гривен за незаконную распашку территории. Приеду ни на одно заседание суда. Вы, как каменский голова, не явились. Притом год получая налоги с незаконных действий предприятий, которое потом по суду доказано было, что их действия были незаконными. Вот. Пожалуйста. Ну, во-первых, на заседание вы нас вводите в ОМАН, что не являлось. Я на двух заседаниях был. На одном заседании по присуждению миллиона 600 тысяч, на другом заседании был я, когда я объявил их банкротом, и принимал это решение неправомирным, и скасывал это решение, что их объявили банкротом. Я был на двух заседаниях. По-другому, землю, как вы знаете, сгідно с земельным кодексом, надается адміністрация. Я, по-другому, так как люди платили до местного бюджета, за землю сейчас гроши заходят до местного бюджета, я думаю, это всем известно. Люди платили, не мне платили, а платили через налогу, все, как положено, есть квитанции. Они платили налог, заходили до бюджета СССР, там приличная сумма в размере 120 тысяч в рік. На данный час, сгідно решения суду, сгідно ваших доказов, что это незаконно природоохранной прокуратуры, да, присудили им 1,5 миллиона, бюджет СССР потерял гроши, те, что заходили от аренды. Ну, шукают людей, кто что заплатит. На виконавчую службу, сгідно решения суду, мы, как сельская рада, обратились в Буроку, эта фирма находится, виконавча служба, которая должна взимать эти 1,5 миллиона, подписалась, что она банкротна, и потом пошла другая процедура по признанию их не банкротом. Это то, что я могу сказать, и я думаю, тут ничего такого нет. Все, спасибо. Теперь у меня вопрос к директору. Вы говорите, что существуют конфликты, действительно, существуют конфликты с громадой, и, в общем-то, если в территории Матспарка существуют конфликты именно такие, больше словесные, то по отношению к вам оказалось, что существуют конфликты конкретные. Мне, кстати, очень удивительно, что господин Юрьев не озвучил эту часть громады. Например, как он прокомментирует и дело 2013 года, которое сейчас рассматривается в местной куперской милиции, по статье 296, часть 2 Уголовного кодекса по поводу избиения сотрудниками ДП «Бирюк» и молодого человека, фермера, попросили называть фамилию, но номер дела я могу вам сейчас себе предоставить, и милиции можно официальным запросом узнать. Как вы прокомментируете этот момент? В 2013 году, сейчас скажу, первого, по-моему, марта. Ну, точно не буду. Я же номер делаю, а готов всем предоставить. Я первый раз вообще по поводу этого слышу. Какое-то дело, и кто конкретный. Подымите обязательно. Ну, подымайте без вопросов. Теперь у меня такой, скорее, уже не вопрос, надо заканчивать, а комментарий. Вы когда говорили по поводу избиения охранника, ну, вот избиения, ну, я просто слышал, есть избиение, ну, его сильно напугали, у него такой, валят, валят, валят в уроки. Естественно, как я понимаю, вы должны понимать, кто участвовал в этой поездке. Так вот, на территорию базы, которая абсолютно открыта, зашло 4 человека. Это часто открытая. Она была абсолютно открытая, я нигде не села табличкой, мы причем шли именно к вам. То есть мы не просто, как бы, мы стучали, звонили. Можно было набрать, предупредить. Ну, вашего телефона, вы знаете, Олег Пяткин, почему не предупредили? Я продолжу. Так вот, заходил я непосредственно, заходил комендент 15 батальона Дух Самурай, и заходили съемочная группа объектив, которая все снимала на камеру. Поэтому ваша откровенная ложь по поводу подброшенных копыт, все зафиксировано. И все это уже в рейсе. И не надо, пожалуйста, я понимаю, что, по вашему мнению, 50-килограммовая девочка-журналист могла заикание напугать вашего охранника. Но не надо, чтобы подавляться, спускаться до такой. Подождите, Олег Пяткин, там были, во-первых, люди в масках, это раз. Не было этого негатива. И людей было нормально. Хорошо, давайте личные отношения и мои дружеские. Вот, спасибо, я отвечаю. Да, да, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, я добро пожаловать. Прошу вас. У меня, наверное, чуть-чуть. Вопрос. Согласно современному списку главной Украины, он включает 152 вида, из которых 22 вида, это адвентирные или чужеродные виды, которые в фауне Украины не должны быть. Это виды содержащих зоопарков, частных, хоркодерских, т.д. Это среди них указывается олень Пятнистый, он же олень Дальневосточный, он же олень Японский, он же олень Манчжурский и баран Муфлор. Известен видеоролик 4 апреля, который был вывешен в интернете, где вы рассказываете о том и показываете, как выпускается этот олень в природу. Вы знаете, в этом действии вы, как минимум, обнаружили один закон. Я не знаю, если не он вам, за данный украин на животном мире, это именно статью 50. Кратко, зачитывая переселение тварин в новой месте опробования, тематизация новых для фауны Украины выкидок этих тварин, которые допускаются в науково-доследных господарских селям, у заработка в науково-дородных экспортных выставках с дозволом Центрального органов иконавчей влады, Министерства экологии и ДДТТ, с дозволом Центрального органов, что затоспечивает формирование державной политики в сфере охраны должности и с погоджением Центрального органов иконавчей влады, что реализует державную политику в сфере лесового и лесового господарства на местах. У меня вопрос. Первый. Есть ли у вас разрешение Министерства экологии на акклиматизацию чужеродного вида оленя пятнистого? И есть ли у вас согласование данной деятельности с представителем Харькова? Если есть, то дата, когда кем было выдано? У нас по проекту организации допустимая норма 42 головы. У вас в организации записано, что вы имеете право акклиматизировать пятнистого оленя? Да, и по поводу, что он может разводиться на нашей территории? У вас есть этот проект, я это подписываю в Министерство экологии. Здесь нет, чёрт. В Министерство экологии нам есть выпустил запрос в Министерство экологии. Ответ начальника отдела животного мира, домождение Владимира Григорьевича. Никаких запросов с Харьковской области на акклиматизацию у нас не поступало. Таким образом, ваша деятельность дальше читает. Самобильное пересылание акклиматизации в этот момент забородается. Вы нарушили этот закон. Дальше. Это не просто так, это не баловство. Как специалист-териолог, макро-териолог, я занимаюсь копытами с 87-го года. Могу сказать, что пятнистый оленя, это на самом деле очень большое золото. И это не просто глупые слова. Научные обоснования и научные статьи большинства исследователей, в том числе и России, и известного нашего исследователя евтушевства, нашего земляка с Харьковой. Так вот, в местах, где появляются пятнисты оленя, он полностью вытесняет косую в результате своей агрессивности изюбра и даже, что удивительно, кабана. Для вас, может быть, это одна новость. Но 22 марта по 3 апреля в этом году нами была выполнена экспедиционная выезд на территорию Дуречанского парка для монитория конфаунта. В том числе пройдилась экспертная оценка качества воды для косули и оценка численности косули. Применительно к лесному массиву, заливной. В Мире, в Мире, животные не знают границ. Они не знают, где граница подхозяйства, где граница национального парка, где граница какого района. И то, что урочище заливной контактирует непосредственно с другим урочищем, небольшим, на 200 гектаров, вместо не складывается 700 гектаров. Так вот, согласно нашей оценке, класс свободы по косули оценивается в первый банитет и на этой территории, может, это согласно инструктивно-методическим рекомендациям по охоту устройства. Они должны быть известны, представители Харьков-Ленца. Может отбитать 35 голов косу или 50 голов на 1000 гектаров. На 700 гектаров получается 35. Олень пятнистый в угоде оценится как второй банитет. И может отбитать от 18 до 28 усы, при условии отсутствия других компаний. У вас там сейчас, по нашим учетам, зимняя нагрузка на эти угоды составляет 50 голов косу. Не 35, а 50, уже идет перенагрузка. Вы еще выпустили 50 оленей. В ролике вы указывали, что вы в течение трех лет не будете проводить никакой охоты. Да, не будем. Вы собираетесь уничтожить местный лес? Более того, в летний период все олени выходят к воде. Не очень чувствительный к недостатку воды. Пойма будет выведена, а мелоприсклоны, которые находятся как раз между поймами и лесными массивами, будут соответственно вытоптаны. А это растение краснокнижное, реликтовое растение, занесено даже не в красную книгу кредит, но в красную книгу. То есть своими действиями вы нарушаете экосистему и вообще всю фунду. Суд национального парка. А это уже, извините, приходит к другой статье. Статья 441 Уголовного кодекса. Экоцит. Спасибо, это вопрос, да? Это вопрос. Есть ли у вас все-таки разрешение Министерства экологии или нет? Есть ли у вас согласование по акклиматизации? Именно по акклиматизации. Не вообще, а по акклиматизации с Харьков-Лесом или нет? Вот один вопрос. Есть ли у вас такие документы отдельные? Спасибо. Документация делается по поводу этого всего. Потому что еще есть закупка вольерных, а на вольерной как бы не нужна документация. Извините, может быть, я идиот, но как можно так сначала сделать дело, а потом по нему натурить документацию? В Харьков-Лесе можно такое? Продолжение следует. Да, продолжай. Я же говорю, если у вас есть вольерного содержания закупка, то документация никакая нужна на перевозку. Извините, на закупку, закупка оленик, как мне объяснили в Министерстве, подразумевает, что вы их будете выпускать. То есть это все равно закупка, вы должны были получить документ, разрешающий вам закупку чужеродного вида из вольерного содержания. То есть вы самовольно еще и закупили, не получив соответствующего разрешения. Если вольерного содержания документация не нужна на перевозку, то это по Министерству по закону. Я просто так же думаю, что среди половины этих зверей, дай Бог, чтобы хотя бы, половина осталась в хозяйстве, поэтому по поводу вашей нормы, нет. Так, что вы можете думать, если вы не знаете предмета, о котором думаете, извините. Я же молюсь, согласно проекту организации, 42 головы позволяет об хозяйстве. Виктория Меженина, Харьковский кризисный инфоцентр. У меня вопрос к господину Комчаку. Как вы прокомментируете этот диалог? Пожалуйста, ваша точка зрения на эту ситуацию. Мы прочитали действующее законодательство, что согласование относится к компетенции центральных органов исполнительной власти, к которому я не отношусь. Что я могу комментировать? Есть ли центральных органов исполнительной власти? Нет, нарушение Ахуского телевидения. Нарушение, да. Это бюджет, которое выпустило для согласования. То есть вы в курсе того, что существует такое нарушение? Точно так же из интернета, как и в курсе из интернета. По вопросу согласования ко мне не обращались, но это и не моя компетенция. Вы слышали законодательство? Я слышала. Меня интересует, что вы делаете как госчиновник в этой ситуации. Сомнения хоть возникли по поводу деятельности? Сомнения возникли. Ответ, пожалуйста. Если касательно сомнений, я вам еще раз могу сказать. Если есть какая-либо деятельность со стороны парка или со стороны подхозяйства противозаконная, я считаю, что правоохранительные органы должны эту незаконную деятельность пресекать. В мои полномочия не входит пресекать незаконную деятельность. Я не правоохранительный орган. Более того, я не центральный орган избытной власти, который может согласовывать данное действие или не согласовывать. Простите, пожалуйста. Тогда у меня просто вопрос. Я просто слушаю уже несколько ваших преступлений. И у меня возникает вопрос по поводу функции директора экспортамента экономики. Прочитайте положение. Пожалуйста, озвучьте хотя бы. Прочитайте положение. Ну просто вы каждый раз, я не понимаю, вы каждый раз своих ответов говорите о том, что это не ваше... Я вам готов распечатать положение и предоставить. Там пришел вопрос. Ну я вопрос, Дмитрий Волков, как представителю главного революционного органа в области Маслевского и Силовоспадарственного. Вы спросите, что есть красная книга Харьковской области? Да. А какой статус там Суркаба и Бакам в этой книге? Ну скажите, пожалуйста. Но я вас спрашиваю, какой статус в Красной книге Харьковской области Суркаба и Бакам? Это тот вид, который, когда охот в хозяйстве Бирюк проводит охоты, в том числе рекламирует тысяча за одного битва Бакам. Какой статус в Красной книге Харьковской области Суркаба и Бакам? На сегодняшний день я не скажу. Не скажу, не знаете. Не скажу, на сегодняшний день. Он разливый. Что это значит? Обмежение его выкористания должны путать. И у меня там следующий вопрос. Вы собираетесь обмеживать охоту на Суркаба и Бака в рамках ДП Бирюк, как охот в хозяйство, которое эксплуатирует ценнейший степной комплекс в ручанском районе? На территории Харьковской области не ДП Бирюк. На территории Харьковской области. Всех охот пользователей. Не в данном случае. Ответ. Вы задали вопрос. Я даю ответ. Послушайте, пожалуйста. На территории Харьковской области последние три года ни одна лицензия не выдана на отстрел Суркаба и Бака. Извините, пожалуйста. Может быть, я не прав. Но тогда изучите сайт. Сайт. Вы же тоже 19 статью почитаете закона. Наказ на открытие поливания. В общем, вы хотите сказать, что та информация, которая там на сайте по поводу охоты на Суркаба и Бака, она просто неадекватная. Она неадекватная, скажем так. Вот и все. Спасибо, прошу вас. Вопрос. Раз я вот основываюсь цены за трофей. Есть сайт ДП Бирюк, есть сайт аналогичного под хозяйство Ракитна. Вы можете сказать, сколько у вас выходения выпустили не для того, чтобы облагательствовать приору? Это будущее охотничьих объектов. Сколько, по-вашему, будут стоить охотничьих трофей у вас? Могу сказать сразу. У меня есть цены, сколько это стоит, охотничьих трофей на линии Пиренеслава в Бракитнах. Я сравнивал цены на аналогичные объекты, а именно Касулю и Кабана, и у вас, и у них. Они примерно совпадают. Поэтому сколько оно будет у вас стоит, а то он будет стоить. Вы сейчас можете озвучить стоимость будущей охоты на линии? Пока не могу, потому как планы по поводу охоты. Касуля, в зависимости от величины трофея, от 1900 до 3900 гривен, в каком году это было, не знаю, ни звук, года нет. Кабана 1500-4500, и до 9900, если индивидуальная охота. Это олень 5 местный, от 9900 гривен до 2800 гривен за трофей. Это платит охотник за то, чтобы купить вот эту трофей. То есть, а вы сайт, сайт? Это сайт охотно-хозяйственная партия. Я могу сказать, что по Касуле и по оленю у вас цены совпадают. Практически. Плюс-минус. Мне вопрос, скажите, пожалуйста, тема нашей без конфиденции, это решение конфликта. Как вы видите решение возникших недопониманий, недоразумений и реальных конфликтов? Прошу вас, выскажитесь. Касательно конфликта. Еще раз могу сказать, что есть ряд вопросов у меня, как у директора департамента, к директору. И, наверное, все-таки вина директора в конфликте есть. Вы сами сказали, что у нас существовал ледниковый период правления Янаховича. Высочин и назначался в этот ледниковый период приказом министра Злачевского. Это, к минимуму, первый моральный аспект, на который нужно обратить внимание. Это нас очень поражено. Это нас очень поражено. Отважаемые, уважаемые, уважаемые. Уважаемые, прошу вас, у вас есть кончет. Отвечает каждый из говорящих, прошу, спикер. Касательно правового аспекта. Вы сказали, что я не предоставил документы о наличии уголовного дела. Приходите, я вам предоставлю документы о наличии уголовного дела. Мы уже два раза хотим на двух конференциях уже сидим. Предоставим. Да, пожалуйста, возьмите. Вот возьмите. Только документы. Документы. Ну, отзвучьте и предоставьте. Покажите сейчас камерам. Ну, что ж вы там с личным мнением поставите? Есть письмо в адрес Министерства экологии от прокуратуры Харьковской области о том, что прокуратурой Харьковской области стесняется процессуальное керевництво по криминальному проведению номер глины за фактом скояния посадовыми особами Национального природного парка Горячанский в Харьковской области злочину, переплаченную частью такой-то статьи, какой-то Украины, что задало впитки интересам державы на загальную сумму 1,8 млн. грн. Спасибо. Спасибо, Андрей. Дмитрий Павлович, как мы можем решить на то, ваше мнение? В рамках действующего законодательства и сложившейся ситуации с нашей стороны, если будет проект, в котором будут выделены зоны, конкретные, то есть рекреационные, заповедания, то есть выполнено все, тогда на основании двух баз, законодательные по охотничьему хозяйству, по охранным обязательствам и по створению Национального природного парка, когда их тогда вместе сложить, тогда можно о чем-то разговаривать. На сегодняшний день как бы и одни правы, и другие правы. Одни говорят о том, что мы нужно охранять охотхозяйство, там, вредители, с другой стороны, охотхозяйство тоже выполняет обязательства по закону. С нашей стороны сложили две базы, получили, если там запрещено, введение охотничьего хозяйства взагали, чего на сегодняшний день как такового не просматривается. Ну, на вот этой зоне. Хорошо, давайте вносить изменения в решения, но это все равно нужно делать на основании каких-то документов, а не на основании эмоций, личных отношений между руководителями, либо там подчиненными. Это уже вопрос как бы такой. Спасибо, Сергей. Значит, думка людей така. На данный час, те, что они просят, сейчас от меня, они просят ввести земли, которые належат в приватной властности, из национального парка, чтобы в дальнейшем не было этих конфликтов, пахаты, гербициды и все. Ну, просят так, да. Я думаю, что тогда конфликты избежать, ну а там, что до выпасу худоби, что до заповедных зон, я же думаю, все равно, что документы когда-то выготовлятся, доведутся до нас, поставят эти знаки, я думаю, будут его використовывать, ту территорию, сгідночинного законодавства. А люди, которые занимаются землей, они на данный момент категорично просят ввезти эту землю из национального парка. Спасибо. Сергей, ваше мнение, как можно решить конфликт, возникшись сейчас? Ну, я думаю, чтобы решить конфликт, необходимо взять и обсудить с администрацией парка сложившуюся ситуацию по поводу границ, по поводу документации и обсудить то, к чему у нас идут скандалы. На протяжении двух лет. Прошу, два вида. Сюда найти боль, я хочу. Я вам поверю, ребят, вас. Нет, нет, походу, для того, что хотят люди, вы должны понимать, что это бой моряки. Река считается от максимального возможного уреза воды, поэтому это фактически год сосну. У любой реки есть водоохранная зона, пусть она вот маленькая, но она считается от конца заливного лога. Распашка водоохранных кругов и водоохранная зона запрещена, поэтому у людей все равно там есть обмежение. И они не смогут по трейдю подвести вопросы на кошелек с сенокосой. Вот это люди должны понимать. Справа в том, что за сенокосой, за пойму речки вопрос не стоит. Там стоит вопрос за эти два поля, какие скандальны, на протязи работы национального парка. Все наукосы. Господин Тимчиков, скажите, пожалуйста, сколько лет высотого года вы были членом партии регионов? А как это, то есть активнее сегодняшнего? Вы также, так же, как и назначение Высочина-Злачевского. Сколько лет вы были членом партии регионов? Ну, не считал, довольно-таки до... Ну, опять 15 лет. Ну, мне интересно. Ну, я не считал, честно. Сколько лет не считал, честно. Просто не посчитал. Я посчитаю вам. Скажи уже забыли, спасибо. Спасибо. Вам не спали, я посчитаю, скажу вам. Сергей, Микрид, я буду... Та же на чём уже не к нам по-другому часу. Тихо-тихо-тихо, ребят. У меня вопрос директора департамента. Вот Вы сказали, что люди не могли пройти на территорию парка. Скажите, на каком основании Вы... На основании тех обращений, которые люди... Это сказали сами люди, что это их территория, их территория. Ну, шаново, шаново, у Каменского ассоциального... Да. Он подчеркнув... Ось, два звернення. Я не знаю, я ж не ходил за людьми, где их там не пускали. Люди звернулися... Люди не могут зайти, люди не випасают там... Випасают. Ну, Вы ж вспомните, с какими скандалами у нас началось випасание. Ну, вспомните. Мы, может быть, ими випасают в току. Я уже запутал. Я Вам еще раз рассказываю. Когда створился национальный парк... Давайте будем... Если уже так пошло, может, не может... Давайте начнем тогда вспоминать, как оно все начало. Вспомните, первые наши сборы в селе Красного, где не можно было через, так называемую, заповедную зону спустить коров на пойму речки. Да, мы там порешали, выдалили эту дорогу, и им начали гонять. Було таке. Ну, был скандал. Вы забороняли? Забороняли. Вы решили вопрос. Потом начался скандал второй. Нельзя поїти. Определяемся место, где поїти коров. Был такой скандал. Обвал иде Берегилу. Піднимали таке вопрос. А предъявилися, вы решили этот скандал. Поїмо коров. Ну, и так всю дорогу... Парк решает. Вместе вы с парком решаете проблемы? Ну, собираемся, решаем. Кто не решает, звертается дальше. И звертается до меня. Я вам сказал, если люди негативно относятся, так и позитивно. Да. Еще вопрос к директору ДПБ. Скажите, у вас вот сейчас на участке заливное стоят вышки? Да, стоят. Вы говорили на заседании общественного технического совета парка, что вы это используете для учета живого. Да? Да, там и подкормочные площадки. Какой метод зачета вы меняете? Визуальный. Учет с вышки? За ночное время? За ночное время никто ничего не агнист. Визуальный учет. Мы же должны знать количество, которое в зверей происходит. Представляете. Олег Стрик, журналист «Метра Семьерия». У меня вопрос к вам. Вы как скользко упомянули по поводу 15-го отдельного запускного батальона Дуправый сектор и по поводу экспедиентства Мрая. Подробнее можно было бы про конфликт с ними, причем здесь обращение в СБУ, и вы сказали, что они носят оружие. Какое именно оружие и что конфлик? Спасибо. Значит, по поводу оружия диггеря, один раз видели, что они были с оружием, и были как бы по поводу этого собрания. И мои егеря как бы начали интересоваться, что если вдруг какая-то будет ситуация. Потому как ведь в соседних егерских обходах мы проводим острел хищника, и егер имеет право находиться с оружием. Не дай бог, где-то какая-то ситуация, чтобы не было угрозы и опасности жизни егерям. Потому как люди... Что там делает правый сектор? Ну, они сказали, что будут помогать национальному парку, там, ездить, ну, то есть и воспроизводственный участок. Они как бы не озвучивали. Ну, уже несколько раз заезжали на подкормочные площадки. Ну, на джипах, а? Какую функцию они расслабляют? Они просто катаются на джипах? Ну, просто есть это по воспроизводственным участкам, в том числе и национального парка Дворичанов. Скажите, что это еще приграничный район там? Приграничный, без вопросов. Вы сказали, что без этого достаточно людей с оружием. Не хватало еще, чтобы был правый сектор с оружием. У меня вопрос. Да. Охрана парка не имеет никакого оружия. Если... И правый сектор мы пока не сверкнем. Не хватало еще, чтобы правый сектор был с оружием. Кроме вас там никого с оружием нет. Так откуда... В воспроизводственном участке мы без оружия ездим. Мы просто ведем охрану. Вы сказали, что у заливного это достаточно людей с оружием. Правильно. Я цитирую то, что вы сказали. Кроме вас никого там с оружием нет. В правый сектор только-только появится. Охрана парка оружия не имеет вообще. Даже ракин есть. Кто еще там ходит с оружием? Вы сказали, что достаточно много людей с оружием. Это блокпосты, которые рядом с производственным участком. Ручище залив. Там есть 2 или 3. И плюс еще, я же говорю. В армии не нравится. 15 тысяч. Причем в армии. Господин Тимчик, можно вам вопрос? Шабанов Бритрия Андреевич. Доктор наук биологических по специальности и экологии. Харьковский университет. Сейчас мы уже пришли к обсуждению мелких вопросов. А глобально все-таки. Согласитесь ли вы со мной, что трение между природоохранной организацией и пользователями в использовании территорий, статус которых не произведен по вине государства, они естественно возникают. Правда? Да, но тоже я могу сказать, что не совсем, да, по вине государства. И в том числе и по вине Височина, который не дает документацию до ума, не разработал техническую документацию. На самом деле вы пришли задавать вопросы к Височину на эту пресс-конференцию, а не вчера, где он подробно отчитывался и описывал, почему он не выполнил эту задачу. Но вы, как человек, ответственны за функционирование вот этих объектов в Харьковской области. Вот вы сейчас слышите, что одна предприятиющая сторона совершает нарушение заголодательства как минимум в отношении совершенно безответственного выпуска чужеродного вида. Как сохранить охраняемые парком участки после этого решения непонятно никому, потому что на самом деле или нужно будет этого оленя на территории парка отстреливать, или этот олень участок в парке уничтожит, ну или нужно парк расформировать. Вот. Это проблема с одной стороны. Есть с другой. Вот вы, наконец, слава богу, произнесли, откуда вы знаете о уголовном деле. В момент такого конфликта вам, как лицо, которое должно обеспечивать порядок, правильно ли игнорировать попытки парка отчитаться и ответить на все эти вопросы, приходить и ассоциироваться с одной стороной и при этом создавать условия для того, чтобы убрать директора парка, не дав ему довести до конца то, что он делает. Вот не кажется ли вам, что вы просто однозначно оказались ангажированы одной стороной конфликта? Хотя бы просто по тому факту, что с этой стороной, у которой может быть есть своя правда, вы здесь и выступаете на одной пресс-конференции, а ответы на ваши вопросы той стороны вы не стали слушать, потому что директор парка не явился лично к вам, во-первых, вашего требования. Ты правильно? Не совсем так. Точно так же, точно так же, я бы хотел, чтобы господин Высочин присутствовал здесь вместе с бюрюками, вместе с охотхозяйственным. Вчера не пригласили его охотхозяйственным? У него квартальная сдача отчета в министерстве, он нам вчера об этом четко отмечил. Еще раз говорю, касательно квартальной сдачи отчета в министерстве, он мне не озвучивал. Он просто мне сказал, что он в Киеве. По каким вопросам? И что такое Киев, где в Киеве он мне не сказал? Киевская лицо. Хорошо, секундочку, я говорю, для него в данном случае Киеве. Мы сейчас начинаем дать всем такие вопросы, типа, а тот не пришел, потому что не пришло, так как. Можем ли мы в завершении, выслушая друг друга, предположить, что состоится еще одна встреча, на которой вы встретитесь уже более близким составом, чтобы решить уже возникшие проблемы. Допустим, территория, там, разграничение. Это возможно или нет? Скажите, книги, вы, да или нет? Дорожение, законы, соответственно. Можем ли мы быстрее? Это может быть без камеры, это может быть с камерой, может быть здесь. Как я могу озвучить одно? Ван Танчук настолько часто, ну, врет, говоря, потому что его не приглашали, он не приходил, что я, ну, готов с ним встречаться, только если он озвучит сейчас под камерой, под все время и место. И суть и цель проведения этого. И встречаться я с ним теперь, ну, лично моим, я буду только под камерой. Спасибо, давайте озвучим сейчас. Я не совсем понял, что я должен озвучить. Когда я вас хочу увидеть? Нет, тогда мы собираемся на решение этого. Когда можно собрать? Во-первых, был вопрос, есть ли целесообразность этой сборы или нет? Так был вопрос, по-моему. Хорошо, тогда пожалуйста. Или я неправильно понял вопрос? Я же вам говорю, что целесообразность. Отдите, пожалуйста, номер. Наверное, целесообразность будет, есть эта целесообразность. Если вы хотите выбрать форму этой встречи, я готов построиться под вашу форму. Это вообще нет. То есть, можно сейчас, ребята, могут озвучить вам время и место, и вы рассмотрите в плане вашей личной занятости. Правильно я говорю? Да, да, да. А можно рассчитывать на третью? Можно, пожалуйста, конечно. Можно рассчитывать здесь. Но вы знаете, очень много, на мой взгляд, у общественности, конечно, вопрос непростой, но тоже могу сказать, что вот вы меня уличаете в заангажированности, хотя это не так. Я могу уличить и вас в заангажированности, хотя это немножко не совсем законно. Если вы прочитаете закон про запобегальные протидии коррупции, не совсем тоже закон называете сейчас. Вы это сможете подтвердить. Что? А? А вы сможете подтвердить ангажированность общественности. Вообще-то коррупничное. А мы ищи, что новое, мы ищи. Я предлагаю. Я предлагаю. Вы абсолютно правы. Да, и вы абсолютно правы. Давайте действительно встретимся еще раз, где будут эти мелкие вопросы. Я могу подтвердить. У меня тогда еще предложение будет такое, чтобы уже встреча имела какой-то реальный формат, давайте встречаться с собственниками Бирюкова. Вот кто я, по-моему, с собственником ДП Бирюкова? Водянин. Глава Вису Бурдин. Водянин. А где? Водянин. Водянин. Да. А почему тогда эта пресс-конференция готовилась через пресс-центр Трубатома? Потому что Оксана, это моя знакомая. Я ее попросил, чтобы она помогла. А с Патентом Бирюковичем сможет в такой встрече их участие? Ну, я думаю, если вы ее прогласите. Но должен знать о вашей деятельности, как минимум. Может, он не знает, что вы одни не выпускаете, что вы нарушаете. У меня вопрос, насколько в отвергойной отделянке могут быть вышки охотничьи. Они могут там не предусмотрены быть охотничьи. Устройство. Тут просто... Ну, это смотровая вышка с подкормочными площадками. Они могут быть в твергойной отделянке. Не запрещено. Не запрещено. У них оно есть по ходу стоит? Ну, как я могу сказать? Есть или нет? Ну, понятно. У нас к тесту, где пай-пак, где вышки. Нет, ну, при чем? Ну, не подготовите нам отвечать нормально, понимаете. Хорошо. Давайте тогда предположим следующее. Приблизительно через неделю устраиваем ответственность. Ну, только вы ждите, чтобы не было такого. Сейчас общественность это одна из сторон этого конфликта. Поэтому встреча будет в трехстороннем формате. Может быть, даже в четырехстороннем, с учетом присутствия на ней обл. администрации. То есть, будет общественность. Ну, и вы уже, как бы, со своей стороны смотрите. То есть, будет общественность, должен быть, естественно, парк, должен быть, естественно, представитель охотхозяйства, естественно, представитель администрации. Почему? Естественно, представитель администрации. Ну, потому что в данный момент у вас есть четкая позиция по национальному плану. У меня четкая позиция по руководству. Ну, по руководству. А не по национальному. Я ее озвучил до позиции касательно руководства. И вы считаете, что больше вам нечем интересного узнать по этому моменту? Хорошо, знаете, узнать интерес. Тогда я могу сказать, что встречи, наверное, в таком формате не будет. Я не вижу смысла. Да, и где поперек, надо закрывать за нарушение закона. Значит, давайте сделаем вывод. Сегодняшний вывод, который предлагаю сделать следующий. От стороны причинения, которые задавали в основном по вопросу, некое предложение, может быть, подробное, не очень подробное, о том, как можно решить конфликт, я думаю, да? С вашей стороны также, вот, заинтересованные стороны, как можно этот конфликт разрешить. И давайте все равно встречаться через, приблизительно через интеллект. Наметим так, с обе стороны готовятся. Через нас можно соединяться и будем решать. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...